Шалом из Израиля! Меня зовут Ирина, и сегодня я хочу вас познакомить с нашим замечательным городом Хайфай. Мы находимся на самой атмосферной улице города. Это улица Бен-Гуриона. Она интересна тем, что здесь очень много кафе и ресторанов, которые предлагают различную кухню. И арабскую, и средиземноморскую, и восточную, и другие. А еще эта улица интересна тем, что ее украшают к Новому году и устанавливают новогоднюю елку. И со всего Израиля приезжают к нам, чтобы посмотреть на эту красавицу. А в конце улицы находится самая главная достопримечательность, визитная карточка Хайфы. Это Бахайские сады. Со всех концов света приезжают к нам туристы, чтобы полюбоваться на эту красоту. Хочу показать вам одно из красивых мест. Мы находимся на смотровой площадке. И как видите, посмотрите, какой шикарный вид открывается. По правую сторону находится у нас средняя часть Бахайских садов. И вы уже видите, вот он, храм Бахайский. Перед нами вся Хайфа. Район Бадгалим, Кириат и Лезер. Немного гора Кармель. И в ту сторону находится еще одно очень интересное место, которое неизвестно туристам. Это парк скульптур Урсулы Мальбин. Еще можно подняться на фуникулере на смотровую площадку Стелла Марис. Здесь неподалеку рядом находится ресторанчик с шикарными видами. А с этой стороны монастырь Кармелитов. Такая вот площадка. И сейчас я хочу вам показать, какой вид открывается с ресторана. Кухню здесь тоже, кстати, хвалят. Я ни разу не была, не знаю, какая здесь кухня. Но ресторан считается очень хорошим. Вот посмотрите уже. Давайте посмотрим. Посмотрите, какая красота. И теперь вы понимаете, почему хайфу называют красавицей. Жемчужиной Востока. А сейчас мы с вами находимся на Мерказа Кармель. И это верхняя часть Бахайских садов. И снова посмотрите, какой шикарный вид на хайфу. Внизу вы видите, прямо это улица Бен-Гуриона. В которой мы начали свое видео. А вдалеке это хайфский залив. И сейчас мы с вами еще проследуем на одно из самых красивых мест в хайфе. Здесь находится променад Луи. И сейчас мы туда пройдем. Друзья, будете в хайфе, обязательно прогуляйтесь по этому замечательному променаду Луи. Здесь очень много кафе, ресторанов. Как видите, гостиницы. Неподалеку здесь находится детская площадка. Православный храм Ильи Пророка. Еще невдалеке есть верхняя станция самого короткого метро в мире. И сейчас хочу вам показать одно из самых, пожалуй, самое мое любимое место в хайфе. Как вы убедились, в хайфе очень много красивых мест. Но для меня топ номер один – это вот этот панорамный вид. Много людей, как видите, приходят полюбоваться на эту красоту. Посмотрите, какая панорама. Какие захватывающие виды на хайфу. Хайфский залив. Здесь очень много людей любят фотографироваться, фотографируют свадьбы. А вдалеке сейчас я вам покажу еще один символ хайфы. Но, к сожалению, недавно, получается, вот видите, две башни. И одна из них, к сожалению, разрушилась. Одна была вечером очень красивая подсветка, фиолетовая, другая – зеленая. И, как видите, сейчас, к сожалению, их полторы. А, и как же, я забыла же сказать. Там вдалеке, не очень далеко, находится граница с Ливаном. А в той стороне с Сирией. Но там чуть подальше. Какой же город обходится без шопинга? Конечно же, у нас есть несколько крупных торговых центров. И сейчас вот вдалеке самый крупный из них – это Гранд Каньон. Ну и, конечно же, посмотрите, какой удивительный вид. Это хайфа. Отсюда получше видно – это наш Гранд Каньон. Трехэтажный торговый центр, где очень много кафе, ресторанов, различные бутики, различные бренды. Есть даже кинотеатр. И вот такая вот транспортная развязка красивая. Привет! Это, конечно же, не вся хайфа. И этот город для себя можно открывать снова и снова. Но я надеюсь, у меня получилось. И теперь вы знаете, какой красивый город хайфа есть в Израиле. Я надеюсь, я не знаю, что она плачет. Я плачет в магазине». Это очень красиво. Я не знаю, что я люблю. Я буду делать. Я не знаю, что я люблю. Продолжение следует...